конечно же начнем с вами наш классный прямой эфир сегодня нас будет прямом эфире очень много поэтому поэтому будет весело поэтому вот весело будет здорово сейчас запускаю стриминг на youtube очень люблю это дело так вижу вижу присоединяется отлично так девчонки кто со мной хотел в прямой эфир дорогие вип-консультанты я вас жду запрашивайтесь буду очень очень рада так вижу мариночку забежала да 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 всем привет сегодня я выбрала такой фильтр как афоризму дня что ли да хочется сама себя помотивировать да 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 всем привет здравствуйте как слышно отлично ну камера тихо но можно расслышать немножечко что-то вот есть чуть-чуть да ну я смотрю все присоединяются и так ребят смотрите у нас с вами сегодня будет прямой эфир про вип статус про вип стаж про вообще возможности вип и я пригласила самых наверно классных випов на нашем проекте это очень очень здорово что у нас конечно випов тысячи но вип-консультанты это люди которые очень много вживую общаются со своими клиентами и такое ощущение что они стесняются зайти стесняются увидеть что и кто-то увидит что и кто-то услышит вот оксана подзависает нет у оксаны все хорошо мне кажется вот поэтому оксаночка расскажи немножечко про себя у нас еще вот мариночка если успеет наташа будет уже два года ассортиментом была знакома ранее я была в другой компании ну я как бы там сказать не так что прямо там увлечена вот так для себя и для своих потребителей как бы была там чисто в другой компании а когда моя лично знакомая родственница когда рассказала о том что здесь можно зарабатывать я не поверила а у меня как раз был не так небольшой такой телефончик и я такая блин он когда я меня по пригласили и я от перед нагрузки им все информацию мне просто телефон просто не тянул он начинал подзависать меня это жутко раздражало и потом не сказали да если ты захочешь ты за несколько каталогов сможете заработать на телефон и все и тут а я вся полностью отдалась фаберлик и сказала блин ну давай попробуем и вот и с этого дня я ни разу не пожалел поэтому я очень рада из первого каталога у меня стабильно от баллов и выше а вот как пришла вообще идея в голову под делать стопалов по идея чтобы получать свой доход в компании фаберлик нужно 50 же у меня честно мне не будет подсказали 50 баллов дело и все а ну как я написала во первых что я шаг допустим не не стоит компаний такое раньше было да я просто в статусе написала что я сейчас фаберлик и чисто вот по статусу ватсапе меня начали мои знакомые мои друзья мои мои родственники начали реагирует а вау круто мы теперь будем у тебя заказа чем мы там где-то на стороне у кого-то заказывать и мне это было приятно и когда мне первый раз знакомая который меня пригласила фаберлик и когда она пришла мне помочь отправить мой первый заказ а я все как по полочкам я привыкла все записать то чем не заказал что я не потеряла чтобы информация не ушла куда-то я себе все в блокнот выписывала и когда она мне пришла помогать оформлять первый мой заказ она говорит блин у тебя 100 баллов я говорю и что это значит ну у тебя будет дальше привилегий у тебя будет там скидка у тебя будут компании те регистрации стал вау круто мне еще и компания будет помогать делать регистрация она верда говорит и все и как бы то это у меня пошло как бы не напрягайся там родственники заказали где-то какая-то акция интересная у нас же каждый раз в каталоге что-то интересное и поэтому это как-то у меня все с легкостью так получается у меня клиентская база как бы очень большая и поэтому у меня и получается сделать как бы ну легко и безнадежно а когда еще мой наставник марина подсказала что можно поработать рассылкой это вообще бомба это люди у нас же люди все любят ну когда делать приятно когда делают им скидку и ты и закидываешь удочку и они на эту удочку клюют и вот получается еще товарооборот еще больше поэтому блин главное когда бегают я там не могу за 50 баллов ну как ты не можешь сделать 50 ну элементарно ты себе возьми чисто по хозяйству да но же все равно же заканчивается я брала у нас вещи обалденные вещи качество обалденное у меня девочки у меня две девочки которые возраст уже 12 10 лет и они каждый раз мам я хочу вот это мам я хочу вот это а как откажешь ребенку ребенок хочет они хотят и вкусно попшикаться они хотят карандаш у меня начали дети пользоваться увидели моей снухи дети мам мы тоже такое хотим закажем а у кого заказ у меня поэтому происходит товарооборот то есть смотри то есть смотри ты сама не зная того в первый раз просто так сделала 100 баллов да то есть сделал этот заказ и после того как ты уже это сделала ты узнала про вип-привилегии фрукта мне уже рассказывать что поэтапно там идет первый второй шаг третий после трех получается 3 вип-поддержки появляется скидка 70 процентов это тоже какой плюс тебе заказали дорогой парфюм а ты хап его со скидкой 70 процентов и наварилась и поэтому почему бы и нет есть я в этом очень-очень много плюсов и как бы постоянно потом где-то там пошла акция потом там пошел пылесос там пошел потом амультипорт мультиповар а когда мультиповар закончился мы хотим еще а потом еще нету и нету а тут аббас нам и постельность покрывала почему бы и нет вышла акция новая я сказал ну по любому будет моё как иначе если я делаю от 100 баллов и выше поэтому тут хочешь не хочешь будет все подарки наши и некоторые окружающие смотрят и говорят блин я тоже хочу да пожалуйста венком делайте по 100 баллов и это будет ваше и и люди очень это люди идут и людей это мотивирует делать по 100 баллов получать бесплатно такие шикарные подарки девочки вот говорят что плохо слышно да действительно слышно немножечко тиховато но да но с другой стороны слышно идеально слышно хорошо можно прибавить и послушать в наушниках отлично слышно будет да то есть таким образом прямой эфир заходила человек сказали идеально отлично слышно может быть из-за того что выходит группа вот так вот может быть из-за этого я не знаю ну ладно это бокс у меня еще такой а вопросик скажи пожалуйста если у тебя вип-консультанты в структуре у меня есть у меня трое дублицирует дать тебя хорошо да 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 отлично а как они потому что наблюдали за мной что я получила пылесос я получила мультиповар и получилось а так что вот они вот ждут когда вот закончится мультиповар они ждали оксан когда будет следующее мы хотим тоже я группа жалко пока ничего пока не ясно пока ничего нету они расстраивались конечно но они стабильно сделали 50 баллов баллов знаю что они будут иметь от этого объемную скидку и что у них будет постоянно скидка 26 процентов они это было их мотивация и они с 50 баллов не падали но как сейчас началась акция с чая они стабильно делают по 100 баллов вот некоторые конечно как и обычно говорят но не 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 хотят участвовать как говорится говорят много но действий мало я ему уже всякие уже подсказываю методы я уже готовлю наборы готовые такие которыми я сама работаю я даю им и чтобы помочь им сделать свой товарооборот и им это нравится они говорят мне спасибо мне приятно что где-то с помощью меня они выходят на 100 баллов я даже когда шла на мультиповар и на пылесос я даже вытягивала свою сестру который мне живет в россии я даже помогала ей делать товарооборот чтобы ее как говорится подтянуть она моя двойняшка я ее вот так за собой тяну давай 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 тебе чуть-чуть чуть-чуть осталось отдавать помогала добивала и вытягивала у нас тоже с сестрой такие же отношения своим каким-то хитростям где-то своим ну где-то я вот в душе я такой как можно сказать как типа как продавашка где-то в душе и у меня есть такое сделать людям приятное где-то со скидкой ну это естественно свои родственники да я где-то начинаю креативить я допустим делаю всякие боксы да допустим с помощью допустим если мне там сделали заказ благодаря своей скидке я что-то приобрету по акции да у нас ты даже какие-то акции и может быть увидели до этого мы давали прямой эфир о том как собрать 50 баллов и я делаю оригинальные корзинки из нашей бытовой химии из мойки и это идет на ура поэтому у меня всегда запасе одна корзинка с мойка но она у меня есть мне буквально вот на 22 заказали корзинку но у меня моющие средства не успевают прийти обалдеть и всегда у меня есть всегда в наличии всегда где-то там уже получается есть же скидка у меня у меня их получается 3 2 по випу и одна скидка идет у меня по лайку я понимаю что у меня предпочитает моя клиентская база я приобретаю допустим мужской парфюм со скидкой 70% а там как раз на эту серию идет акции я приобретаю собираю такой наборчик сделаю где-то такую лояльную цену и они уходят на ура также с детским набором также женским набором и вот этот получается такой ажиотаж я как бы и сама не понимаю как выходят вот эти вот мои последнее время по 200 по 300 баллов обалденно классно ну что ж а еще я не знаю можно ли это говорить на весь интернет потому что меня как випа не очень-то любят я вам честно скажу что вип консультантов недолюбливают потому что они захапывают все новинки наглые такие диски нехорошие люди вот но это я так смеюсь конечно собаки лают караван идет вот вот марин последнее тебе вопрос ой вот ты говорила про рассылку и наши вот я смотрю мои подписчики очень этим делом заинтересовались как с помощью рассылки делать вип стаж ну вот смотрите получается для рассылки можно не обычный ватсап а нужен бизнес ватсап ватсап бизнес как сделать рассылку в чем суть этой рассылки там получается что а получается сверху в уголочке там есть такие три полосочки туда нажимаешь там есть рассылка и выбираешь людей там позволяет выбрать около 256 256 человек да да и получается и в чем в чем это различие что они делаешь рассылку собираешь этих 250 человек но они не в одной группе находятся получается каждому индивидуально делаешь рассылку в личку но они этого не видят я знаете стараясь когда сделать рассылку я стараюсь предоставить информацию так что я обращаюсь вот именно к ней я вот представляют тот или иной набор именно ей что я посчитала нужным сделать приятное ей я решила именно на нее уделить внимание и предложить этот набор со скидкой именно ей и которые люди у меня уже как говорит некоторые уже как бы привыкли и мне пишут блин оксана там не случайно никакого наборчика по акции у нас постоянно говорю акции и вот буквально вот только вчера с помощью опять я рассылки отправила заказ на 76 баллов и это только третий день каталога третий день каталога уже 76 баллов без личного заказа уже есть которые и на первый день каталога делают 100 баллов и у меня бывает вот такой шок я говорю ну в первый день каталога я точно не могу на третий день да но на первый день каталога точно не могу и вот получается пока еще не поделились но обязательно выпускаю как это интересно на первом дне сделать 100 баллов обалдеть как здорово ну что ж спасибо огромное спасибо я могу так получилось что она была в море и там было очень-очень шумно и я думала что наташа уже не сможет выйти но настоящий лидер сможет все берите пример с наташей не растерялась запросилась и вот она тут и в тишине молодец так Марина расскажи пожалуйста твою историю ВИПа я знаю как тебя зарегистрировали это многие знают я вот всем рассказываю я надеюсь ты применяешь это я кстати еще ни разу не применила но хочу я честно сказать я даже не знаю когда у меня началась история ВИПа наверное все-таки с пылесоса я нет 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 не с пылесоса а с открытия уровня директора честно скажу до директорского уровня не было и делала свои 50 баллов но мы же знаем да я уже сто раз говорила что хорошо меня слышно у нас связь подходит ужасно второй день это я пришла в компанию что и предыдущую сетевую что сейчас я пришла за путешествиями вот это мотивация моя была именно путешествовать а у нас как известно да путешествуют только ВИПы нужно делать 100 баллов поэтому когда я открыла звание директора я поняла что нужно делать 100 и не баллы меньше и вот начала а так как Оксана сказала Оксана это мой директор как Оксана сказала там пылесос там мультиповар сейчас постель и это все засасывает и всегда говорю своей команде всем говорю нужно сделать только первый раз ну первый второй третий ладно и все потом это так засасывает потом это так легко всегда смотрю Анечка твои обзоры и ты говоришь я не понимаю как я делаю по 500 по 600 да вот это 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 взяла и вот они баллы ты сейчас когда говорила да что ВИПов не любят видели да я вставала уходила в Казахстане еще нету в каталоге еще нету а я уже пью кофе сегодня я сегодня была доставка у меня свой пункт выдачи я получила свое кофе кстати хочу сказать первое на моем пункте выдачи никому еще не пришло только в моем заказе и почему бы не пользоваться этими возможностями вот я сейчас перед прямым эфиром уже налила уже сняла видосик уже закинула и уже пошли отзывы Марина ты где взяла а в каталоге же нету а у вас есть кофе а я тоже хочу и вот пока идет прямой эфир я даю гарантию уже пару кофе мне сейчас в ватсапе придет на заказ и вот так вот как говорится не глядя да или как специально на этом не заморачиваясь вот так вот собираются заказы вообще проблем в принципе с заказами нет 100 лично ну вот честно скажу я сейчас отделилась я живу одна но в том доме у меня осталась мама дочь внучка и как бы на всю семью в принципе 100 это нормально но у них свой доход мама пенсию получает дочь тоже как бы и вот одному человеку конечно тяжело сделать 100 баллов оно просто не нужно столько но с другой стороны опять же при хорошем доходе и 100 можно сделать для себя любимой я сейчас смотрю на домашнюю одежду которая выйдет у нас в следующем каталоге делюровая да вау хочу неоновая коллекция да вот это вот вышла наш неон у меня сиреневый костюм я себе взяла или как он у меня все комплекты если честно неоновые костюм да ты вообще красотка особенно в красном манечка ты вообще красотка а мне тоже нравится салатовый я не знаю я так привлекаю внимание я иду по торговому центру мимо вот этих прилавок магазину белые кроссовки вот эти вот прозрачные салатовые носки салатовые штаны салатная шутболка такой монолог получается вот и я вижу как меня оглядываются на меня как на меня смотрят как им интересно какая я яркая как я привлекаю это вообще это просто вот такое чувство что ты на какой-то выставки да ну вот ты живешь в городе как-то все равно разнообразие мы вот с Оксаной мы вместе живем мы живем в одном поселке ну поселок есть поселок и вот представьте я женщина 45-летняя и вот этот фиолетовый костюм фиолетовые кроссовки и и тоже вот так вот все след смотрят очень часто спрашивают это что буквально я сейчас поменяла офис переехала в другой торговый дом и тоже пришла вот в таком виде и девчонки ой а что это за лук я говорю фэберлик костюм фэберлик а где-то видели а кроссовки как подобрала а кроссовки тоже фэберлик и мне женщина заказала полностью весь единственное я не знаю как у вас у нас нет вообще вот этой серии кроссовок никакого цвета на складе нет но она ждет а сейчас еще у нас в Казахстане распродажа одежды и там неоновая коллекция пусть небольшая скидочка но тысяча с чем-то тенге с каждой модели это тоже как бы нормально и все и вот так вот ты прошлась тебя увидели заказали ты что-то в статус выставила увидели заказали у меня вот мама семьдесят два у меня маме вот как ты Анечка тоже вот эти бады тем родителям тем родителям у меня мама тоже пьет бады она за здоровый образ жизни она уже на пп сидит давно ну не то что на пп а вот ну не держит диету а правильно питается она еще асматик у нас с большим-большим стажем поэтому и вот это вот тоже секреты востока омега вот для пищеварения все заказывает имбирный напиток без него никуда чаи вот он собирается заказывать очень легко я себя поймала наверное уже каталога четыре или пять вот команда не даст соврать потому что я все это показываю все это им озвучиваю у меня заказы по 200 баллов в том каталоге было вот сто девяносто семь в этом каталоге у меня уже сто шесть четыре четвертый день каталога есть конечно не оплаченные еще заказы они на доставке но это только а у меня обычно бывает я всегда каждый каталог отправляю заказ в воскресенье потому что даже не то что клиентская база а вот даже свои консультанты кто-то забыл там какое-то средство то вот если живем в одном населенном пункте марин закажи я же не буду уже делать заказ и у меня в последний день в воскресенье у меня всегда пятидесяти бальный заказ на ура собирается взяла этот антибитум антибитум на своей собственной машине прорекламировала и вот кто зайдет у меня сегодня в сторис или в статусе в ватсап я сегодня в доставке получила один антибитум все один себе один заказ а если у тебя какой-то секрет может быть сколько у тебя вип-консультантов например в команде как ты их обучала как ты до них все это дело доносила потому что вот новички вот именно проектов оборудования я за ними часто замечаю они заходят на сайт берут вот эту ссылочку про бип-привилегии они скидывают эту ссылочку и получается человек может почитать не почитать и его это не мотивирует вот как ты мотивируешь свою команду никакую ссылку Ань ссылка не работает печатный материал кидаешь не работает только личным примером только личным примером можно смотивировать кого-то на вид ой ну врать не буду честно говорю надо было посчитать но если брать всю мою структуру вот Оксана директор в открытом звании то она у меня ну випов 15 идут на постель идут да випов это директор да и вот Оксана не озвучила по моему в прошлом или в прошлом или в позапрошлом каталоге у Оксаны было 356 баллов личный заказ личный да поэтому есть вот у меня второй директор Тамара это вообще звездочка такая моя она живет в городе Тимиртау она с первого заказа делает 100 баллов я пришла в четвертом каталоге 19-го года а Тома пришла в пятом и вот представьте я полгода не делала 100-бальные заказы пока директора не открыла а она с первого каталога ее пригласила не я пригласил мой наставник когда помогал мне строить структуру еще вот на начальном этапе и она ей сразу донесла что Том 100 баллов это классно и вот она делает с первого каталога 100 баллов умничка да у нее большая семья у нее пять деток а у нее муж у нее мама живет проживает с ней и вот представьте это 8 человек и она личным потреблением она не занимается продажами вообще даже вот только для себя только для себя только для себя на каждый каталог делает 100 баллов поэтому вот умничка и девочки ну конечно очень мотивирует именно наша вип-программа когда вот подарок сейчас на постель очень многие те кто даже получили мультиповаров они брали какую-то паузу уходили на 50 баллов но стоило только объявить компании постель покрывало чаи и люди сразу потому что у них уже есть этот опыт они уже это делали и я всегда говорю если ты хоть раз это делал в целом повторить это очень легко просто вспомнить как ты работала как ты собирала эти 100 баллов и всё и вот как Оксана сказала да мы работаем рассылкой вся моя команда работает рассылкой я даже не знаю это моё открытие ну я не знаю какой момент это щелкнуло когда я её открыла это была уже очень давно и я понила что я когда в бизнес ватсап наверное скачала я поняла что как тоже Оксана что говорит что это не чат, люди не сидят в чате, хотя у нас есть обучение на телеграм-канале вот это, что как сделать 50 баллов, что работают чатами, туда добавляешь пару человек с командой, они создают ажиотаж, потому что люди стесняются, люди стесняются на общую это писать, ой, сейчас закажу тушь, а кто-нибудь там обхарает ее или там еще, и люди комплексуют, а стоит кому-то одному, как говорится, подсадной уточки даже, вот это вот начать, ой, классная тушь, и другие подтягиваются, ой, мне закажи, мне закажи, и вот в этом плане именно WhatsApp-рассылка, она лучше работает, и когда человек еще понимает, что ты лично ему, ты пишешь, блин, я обычно всегда делаю акцент, что уже все знают мое окружение, что я директор, что у меня скидка 26, еще 23 от группы, итого 49, я там по заказу беру бесплатно, и я прям на этом заостряю внимание, я говорю, ты же знаешь, что я директор, ты же знаешь, что у меня вид привилегий, ты представляешь, я вот этот набор могу взять вот так, и вот у меня буквально там три набора, я возьму себе, я возьму себе в тот дом, где мама, дочь, и вот один могу дать тебе, и вы знаете, человеку очень тяжело отказаться от такого предложения, она понимает, что, ой, она у меня на счету на каком-то, да, вот я ей внимание уделила, а когда это не одно средство, а набор, сами понимаете, да, 5-10 человек заказали по набору, вот 50 баллов, наборы дают мало, сами знаете, да, от 6 до 8 баллов примерно там наборчик бытовой химии, но 10 человек заказали, вот вам уже 50 баллов, поэтому этот метод, ну, конечно, здесь еще хорошее, да, вот лучшие цены выбираешь, да, делаем красивую просто цену, допустим, отнимаем там 20, да, и прибавляем там еще что-то, делаем красивую цену, там 999 или там что-то такое, и людей его цепляет, но еще в этом методе очень важна роль именно визуала, картинки, картинка должна цеплять, поэтому все, кто нас смотрит, осваивайте программу PixArt, она дает хорошие возможности, если это на телефоне качественные, делайте фото, чтобы они вот так вот не разъезжались, не сужались, да, выставляйте формат, пройдите там какое-то обучение, даже на том же Ютубе посмотрите, и картинка цепляет очень людей, даже бывает, что вот каталог скидываешь, онлайн каталог, да, по листу и каталог, человек пишет, нет, мне ничего не нужно, посмотрела, все есть, проходит 3-5 дней, просто автоматом опять же делая рассылку, ты отправляешь картинку с набором, и она говорит, закажи мне этот набор, я говорю, ну ты лишь ничего не нужно было, а вот набор нужен, поэтому легко, легко собрать все баллы, делайте это 2-3 раза, и вы потом просто не остановитесь, а ты еще понимаешь, что можешь заработать же на этом, поэтому это очень классно срабатывает. А скажи, пожалуйста, есть ли у твоей команды какие-то свои вот фишечки, о которых они, допустим, делились с тобой? В сборе заказа? Ну не только в сборе заказа, вот допустим, моя фишка какова? Да, я, когда пришла в компанию, я сразу посмотрела, что нужно мне, то есть я прошлась, посмотрела, да, ну грубо говоря, ванну, туалет, порошки, что там было, да, то есть я заказала ребенку омегу, я заказала порошок, я заказала, по-моему, в игуське платьишко, ну вот что-то вот такое, и у меня собрался очень хороший заказ. Когда мне все это пришло, я посмотрела на качество, все великолепно, думаю, все, буду дальше заказывать тут, да, ну, как бы познакомилась с продуктом. Вот, второй каталог я тоже сделала, помню, что 50 баллов не с первого каталога, но у меня пришла в гости сестра, давай нюхать, смотреть, я говорю, Танюх, если что-то нужно, говори, я тебе все закажу по своей цене, родная сестра, старшая, она говорит, регистрируй меня, я тоже хочу, вот, я ее зарегистрировала, потому что стартовая программа, я ей все рассказала, она всю стартовую прошла, и потом началось, да, пошло-поехало, то Таня что-то расскажет, то я что-то расскажу, и меня начали теребить. Продавать я ужасно не люблю, но я начала смотреть сначала, вот, все, что мне нужно в дом, я начала смотреть на сайте, да, то есть на сайте, сначала заказывать это на сайте, а потом уже я шла в магазин, да, допустим, что у нас нету, да, на сайте, хлеба нет, да, к примеру, сметаны нет, там, еще что-то, еще чего-то нет. Да, я надеюсь, скоро будет, мы тогда вообще тут в обморок отчасти упадем. И вот так вот, посмотрев, я закидываю в корзину, и у меня иногда получается, что вот мне недавно папа позвонил, говорит, Анют, шоколадки закончились, он диабетик, ему нельзя, свекрови тоже нельзя, я заказала 20 шоколадок, и я знаю, что я вот эти 20, я все возьму, мне даже ничего не достанется, и когда я поеду к папуле в гости, он у меня в другом поселке живет, я ему их отдам, и получается, у меня огромный заказ, а дома вот столько. Да, и я не могу брать меньше, потому что я, если еду, я маме с папой там сумку набираю, да, такую большую тяжелую сумку, чаев, Q10, да, там вот эту же Омегу, Доброген они у меня все время пьют, а один Доброген, по-моему, баллов 15, если я не ошибаюсь, да. Да, я им всегда 4 пачки беру, чтобы они по 2 подряд выпивали, потом делали перерыв. Классное средство, я сама пила, одно время, что-то прям колени заболели, и поднимаешься, а они скрипят, ну, боже мой, ну, в 40-то, что скрипеть-то? Я пропила 2 пачки, я забыла, что это такое. Вот сейчас даже эти же салфетки для оптики появились, я думаю, надо папе с мамой взять, а не очкарики, и взяла себе я тоже очкарик. Я, кстати, помню. Да, Викуське взяла она у меня очкарик, и что получается? Почти 6 штук, 5, 5 штук купила. Зачем мне 5? Вот зачем? А все разошло, а постираешь, а потом где возьмешь новую? Надо еще на смену брать, да, то есть наша новинка. И получается, как ты новинки перепробуешь, пока все, что закончилось. Вот ко мне тут подходит моя хозяюшка по дому, говорит, а нет, порошка нет, стирать нечем. Я говорю, а куда делся порошок? Я же много заказывала. А у нас были гости, а у нас был слет проекта Фаберлик Онлайн. И у меня же, помимо нас, у нас жило еще 9 человек, да, потому что у нас 7 комнат, мы всех по 2 человека в комнату разместили. Вот, в одной комнате, кстати, пришлось матрас надуть. Боже мой, какой он классный, я бы на нем сама поспала. И вот, и понимаешь, каждый постирает, нету пачки. Да, пачки нет. И я мама дорогая, я пошла все-все-все-все заказывать, потому что все равно постельное белье меняли, были люди, которые у меня жили 11 дней, да, мы с ними ходили не только на... Да, не только на само торжество, но мы с ними и в сауну ездили. Нет, наверное... В деревню даже с ней ездили. В деревню нашу ездили. Да, в деревню. В очень классную MLM-игру играли, кстати, от компании Reflame. Она уже там у них не продается ничего, ей много лет, лет, наверное, 5-6 этой игре. И вот мы сидели, играли, там, становились лидерами. Боже мой, так прикольно! Да. Вот. И у меня все время... Вот у меня, честно сказать вам, признаться, у меня был заказ перед форумом около 2000 баллов личный. Обалдеть! Ну, вы просто представьте. Почему? Я сейчас объясню, почему. Потому что я заказывала на всех чаи, батончики, чтобы всех на третий день накормить. То есть я посвятила... А кофе у тебя сколько было? Тебе пить не перепить его? Кого? Кофе. А, кофе, а у меня уже немножко осталось. Да, у меня осталось немножко, потому что я уже всем распределила. Маме с папой 4 штучки, своим родителям 4 штучки. Соседи пришли все по баночке, купили. Потому что я сторисы снимаю, они на меня подписаны. У меня осталось, ну, банок, может быть, даже 15, и то только добрый день. Я тоже вот после твоей сторис, после твоей сторис, вот прям где-то щелкнула, думаю, как классно пойти к гости вот с такой баночкой кофе. Да. Это вообще прям шикарно. А шоколадки так классные. Мне кажется, вот ничего не нужно. Вот мне очень нравятся вот эти вот шоколадки наши, красивые. Мне они так нравятся, и я вообще не могу. Да. Даже, посмотрите, это я один вид взяла, да? Но это я по пульке как раз повезу. Вот. Очень красиво. А у нас в Казахстане недавно на распродаже были коробки, вот с такими кусочками, с маленькими, коллекция. Были, ну, прям по смешной цене, что-то, ну, если на рубли перевести, что-то по 100 рублей, по-моему. Даже меньше, чем по 100 рублей выходило. Они и так не другие были, не были рублей 200. И, насколько я помню, но у нас... Я тоже брала, я тоже много брала, теперь угощаю всех. В офис новый переехала, девчонками сели чай пить, я на стол. Чай на стол, вот эти 8 чаек получила. Они говорят, ой, Марин, что ты нас балуешь? Как украшение. И тут же заказывают. Чай понравился? Ой, закажи мне, я домой такое хочу. Вот эти заказы, вот прям вот просто берутся с воздуха. Да, я так понимаю, просто вот есть люди, вот кто-то ничего не делает, вип-стаж. Мне кажется, это люди-скептики. Потому что они, может быть, вот, или люди, которые привыкли к чему-то одному, и годами это что-то одно покупают, и они не могут себя сдвинуть с места. Вот они привыкли, вот этот порошок. Вот у меня сестра зарегистрировалась в компании, уже открыла директора, и всё стирала ушастым няням. Вот в детстве этот порошок, всё стирала. А потом, как-то он у неё закончился, она приехала ко мне, мы с ней, по-моему, маникюр, педикюр делали, болтали ко мне, мастер на дом приходит. И она говорит, слушай, у меня порошка нет, надо в Кирове порошок поискать. Я говорю, Тань, хватит маяться дурью, у нас без порошка есть, большой порошок. Я говорю, смотри, в Германии фосфаты запрещены. Я ей дала для белого, для цветного, причём наши кондиционеры, всё наши, а год она стирала вот этим няням. И она начала всё-таки постирать. Да, вот привычка. Она говорит, Таня, я не могу, я привыкла, я не могу. И вот она им начала стирать, она его даже не пробовала. Не то, чтобы он ей там не понравился или ещё что-то. Она его просто не пробовала. И потом, значит, она мне звонит через неделю и говорит, Ань, вот, говорит, постирала, у меня, говорит, чёрное из машины всё пошло. Я говорю, о, порошок машинку чистит, там всё откалываться начало, тёмная вода пошла. Она говорит, что мы теперь с бельём делать? В общем, я ей не рассказала, что от обычного порошка фосфаты накладываются на машину. А наш порошок машину чистит. И получилось так, что у неё тёмная вода пошла. Видать, там она много лет вот этим стирала и стирала. Вот, антинакиби, скорее всего, не сыпала, да, вот эти всякие. Вот, а я тебе, а я свою историю двухминутную расскажу. У меня дочь медик, и вот представьте, эти хир-халаты, хир-костюмы, всё это белое. Это же ужасно всё стирать, кипятить уже не то. Не знаю, как в России, у нас в Казахстане очень дорогая форма медицинская, если хорошую, фирменную брать. И вот это всё затирается. Она опушер у меня, и где-то что-то пишут, где-то так. Ну, вот, в общем, прям страдали. А девчонка молодая, они же любят всё, чтобы с иголочки. Это вот может там какая-нибудь, да, бабулька ходить там в затёртом. И она всегда комплексовала. Вот мы не успевали это покупать. И когда я начала стирать нашими порошками, дочь у меня пацанка-пацанка. А вам не заберут форму? Нет. Медики как-то с тобой тебе халаты берут? Да, и халаты, и качкумы хирургические. Молдаве тоже самое. Нет, смотрите, я спорить не буду. Может быть, что-то дают. Но может быть, такого качества, что уже медики не берут. Потому что хочется взять бренд, фирму, чтобы там с отстрочечками, да, там с кармашком красивым. Вот такое, с манжетиками там, ну что-то такое. Где-то замочек, где-то приталенное с поиском. А может быть, что-то... Ну, у нас дома никогда не было ничего больничного. И вот я говорю, Паисе, доведётся в Турцию, видишь, мою дочь, вот такую пацанку. И она вот насколько как бы ко всему к этому относилась вот так. И она в один прекрасный день приходит и мне говорит, «Мам, ты заметила, как у меня форма стала дольше служить?» И она прям, даже то, что было серое, оно стало белое. И вот это прямо у меня в тот момент щёлкнуло. Говорю, думаю, блин, если моя дочь на это обратила внимание, то значит, вот реально этот порошок классный. И вот мы... А жидкий порошок для белых вещей вообще супер. Шикарно. Я его ни на что не меняю. О, кстати... И вот мы всё стираем им. Кстати, Анюта в прямом эфире у меня, Марченкова. Она тоже ВИП. А, мы её не видим. Да, ты мой наставник. Да, я думаю... Ну, давайте, наверное, я буду заканчивать. Уже так долго болтаю. И пусть девчонки ещё присоединяются. Марин, фишки... Если есть... А своих консультантов. Фишки, Ань, мы делимся. Да, мы делимся, потому что... У нас ещё, честно, хочу сказать, у нас ещё общие чаты. Потому что сейчас, сами знаете, осень. Многие немножко прогнулись, не держим статус. И поэтому ещё нет такого, да, чтобы была полноценная структура, которая могла сама обучение наладить, и сопровождение, и всё. Поэтому чаты у нас ещё общие. И мы делимся фишками. Но хочу сказать, опять же, всё зависит от наставника. Вот, как Оксана сказала, да, она в душе продавашка. У Оксаны очень много команды, кто смотрит на неё и тоже делает, ну, занимается продажами. Не так, что вот прям продаёт, а именно статусами, какими-то своими постами, и делает большие заказы. И, конечно, Оксана этим делится. Она ведь об этом рассказывает. Взятие второго моего директора, Тамалу. Она вот то, что покрывает потребности своей семьи, она берёт вещи детям. Она берёт технику, вот, ну, там что-то, и посуду. Она тоже делится этим, как в чатах, так же постами, где-то видео сняла. И, конечно, мы на глубину на своё делимся. Всё, что где-то наружу. Я вообще, я сама по себе такой человек, что если я что-то нарыла где-то в интернете, сейчас понимаю, что вот этот Инстаграм, я очень переживаю, что у нас до сих пор не появился Рилс. У вас появился в Инстаграме Рилс? Да, да, есть. А у нас нету. У меня там прям по 8 тысяч просмотров без всяких рекламных. Я не устаю обновлять каждый день, но у нас то ли в Казахстане, то ли это зависит от модели, но телефон у меня один из последних. Рилса ещё нету, и поэтому я сейчас стараюсь подписываться на каких-то блогеров, СММщиков именно на Ютуб-канале, чтобы информацию брать. Не просто смотреть их на картинки, а именно брать руководство к применению. И я стараюсь с девчонками делиться в глубину, в глубину, чтобы всё применяли. Никаких секретов нет. А ты не видела, как я дрова колю в Рилсах? Видела. Нет, ну это я видела. Это в Рилсе? Нет, ну это в посте, наверное, Нанечка, у тебя тут уже было. У нас нету Рилса, я пока его не вижу. Я всё с видела. Очень жду, хочу. Поэтому секретов нет. Хочу работать с глубиной, особенно вот данные с 12-го каталога, вот эти повышенные бонусы, и приходит осознание, что не только ширина важна теперь, но и глубина. Поэтому я готова делиться любыми своими наработками, ничего не скрывая, чтобы девчата как можно быстрее росли. Да, да. Потому что понимаешь, пока сидит маленький доход, всё равно на подсознании у лидера где-то сидит, что человек может броситься, человек может уйти. Я всегда говорю своей команде, если за полгода не вышел на доход, всё, человек перегорает. Он приходит вот с такими глазами, хочет доход, и если полгода сидит и нету дохода, это, ну, я не считаю, больше 50%, что ты потеряла. Ну, что я перегорела. Я вот помню, что в горе я сидела год или полтора где-то так, у меня ничего не получилось, никаких доходов, и меня все материли со всех сторон, но в Фаберлик я как-то вот пошла, не бросила, не перегорела у меня. Меня наоборот заело. И опять, как ты, единицы, а в основном же люди как приходят, люди, особенно кого зовёшь на бизнес, да, даже по рекламе приходят, именно на бизнес рекламу, они думают, вот, они сейчас один каталог отработали, и они уже хотят видеть свои деньги, а чё над деньги не... Люди не все понимают, что нужно к этому идти, нужно работать. И когда человек сидит без дохода, несколько каталогов, ой, лохотрон, он у вас тут не заработаешь. И вот тут, да, наставник должен как-то оставить этого человека. Бизнес на земле начинается с минусов, с аренды, с прочей чуши, с бухгалтеров, с налогов, там, я не знаю, пожарные всякие вот эти санэнпидемстанции и так далее, и так далее. Пока все эти круги ада пройдёшь, вот у меня недавно свой магазин открывала, она говорит, Ань, проводка 200 тысяч, просто проводка в магазин. Вот у меня, у моего директора, вот у второго, у Тамары, у неё есть свой бизнес, у них магазин. И вот она всегда, когда мы проводим обучение, да не просто в чатах, она всегда делится, девочки, это что-то, это что-то, свой бизнес, это такая головная боль. Они тем более живут в городе, а магазин держат в пригороде, там, ну, как бы посёлок, ну, в черте, можно сказать, города. И она когда говорит, и вот это, и вот это, и вот это, она говорит, я приезжаю, там сейчас, по-моему, муж у неё, ну, вот она говорит, я приезжаю ему помочь. Я и техничка, я и повторщица, я и продавец, и я грязная, и я непонятно какая, я и долги выбиваешь, и там, за мужу балу, и роль играешь, и всё. Она говорит, это кошмар. Я готова сутками отрабатывать структуру, но только, чтобы вот, вот именно вот такой доход получать. Поэтому фишками делимся, делимся фишками, всё, что имеем, всё делимся. Поэтому мне кажется, что нам, вот баловням судьбы, вообще повезло, что мы вот в таком веке, где, во-первых, мы можем делать, что хотим, когда захотим, и откуда хотим, что мы можем решать, начинать нам с нуля или с минуса, и это тоже здорово. Я считаю, что вот те люди, которые каталог 2-3 и перегорают, они изначально где-то несерьёзно к этому отнеслись просто. Некоторые приходят и думают, и вообще не работают, и думают, что деньги просто так упадут. Тут та же работа, можно сказать, хотя бы 2-3 часа, но надо же работать в день. Ну, мне нравятся люди, которые приходят второй раз. Они уже приходят осмысленно, они уже, они бросили, они удалились, а потом смотрят, там какая-то подружка, соседка за это время вышла, и тогда они уже понимают, что так, и приходят вот с такими глазами, и тут уже всё, что им говоришь, они делают, они пашут, они работают, и они быстро выходят на доход. Вот в этом плане, вот хорошо. Но опять же, жалко этих людей и жалко их время упущенного. Я им говорю, посмотри, вот ты вот, даже я им открыто говорю, я прям показываю, вот смотри, ты тогда была у меня вон там, и сейчас там уже 50 человек под тобой. И если бы это осознание пришло тогда к тебе, вот, а тебе сейчас с нуля. Но люди готовы. Те, кто приходят второй раз осознанно, они готовы уже работать. Да. У меня есть мальчик, не буду фамилию говорить, мне кажется, он уже на все сетевые известен, но я не знала его до этого. Он регистрировался во всех сетевых компаниях, во всех пирамидах, везде-везде, около 50 раз. И он сам мне это рассказывал. Ничего себе. Около 50 раз. И все равно что-то ищет, да? Да, и все равно что-то ищет. Получается, что... Сейчас, подождите, тут заблочу. Спамщики, спамщики. Откуда вы берете? Тут, может быть, даже что-то от наставника еще зависит, как мы это все доносим. Потому что, вот, когда я начала доносить, например, что давайте с вами пообщаемся сначала о компании, о проекте, я рассказала все это, и я смотрю, ну вот, все по полочкам разложила, и я смотрю, у человека другое отношение, он уже более серьезно начал включаться. И я подумала, не сделает ли мне такой ситуации, свой бот? И я сняла точно такой же свой бот, да, серьезно, я его сняла, и отдала на проект, и девчонки им сейчас, вот, на данный момент пользуются. Это восьмой бот на промо Фаберлик, сейчас у нас еще девятый появился, от Дмитрия Кокарева, вот, там можно заходить, на промо брать, именно мой, посмотреть, послушать, да, я видела, можно свой такой же сделать. Можно свой такой же сделать. И вот когда, ну вот именно в России, вот так зашло, да, у Андрея Зеленкова бот зашел на Казахстан, здорово, у нас именно вот такой бот, который все по полочкам раскладывает, именно мой почему-то получился. Ладно, Мариночка, я смотрю, Наташа уже у нас. Да, да, она уже устала ждать. Нет, я в машине, тут душно. В машине сидит, ага. Ну все, так что, все, кто, сколько тут, почти 100 человек на прямом эфире, я желаю вам всем, чтобы вы все были вип-консультантами. Особенно, Ань, ты недавно, да, стала золотом? Вот буквально, да, ты сказала, я золотой. Ой, не помню, но полгода-то, наверное, уже прошло. Да? Ну я тоже, по-моему, мне полгода осталось до серебра, и прям это, ну, это классно, это реально классно, особенно вот эти вип-распределения, да, ну вот сейчас, опять же, да, ссылаясь на осень, не так люди, а вот когда пятитысячные акции у вас, тысяча рублей, когда вот этот подъем идет перед праздниками, у нас в каталог по несколько регистраций дает компания, по несколько регистраций бывает прилетает, это же классно, а что такое регистрация по випу? Это значит, человек осознанно залез в интернет, и он хочет зарегистрироваться, это не такое, как по рекламе нам начинают говорить, ребенок нажал, там, тыкнул не туда, да, всякое бывает, а это человек осознанно пришел, он заполнил все свои данные, он искал этот сайт, он вбивал слово фаберлик, и с такими людьми уже легче работать. Да, они приходят в первую линию, им тяжело, если они начинают строить структуру, но когда видишь, что человек горит и хочет, ему начинаешь помогать, и вот он готовый бизнес-партнер, поэтому делайте столов, делайте товарооборот, зарабатывайте деньги в семью, и в семью никогда не лишние. Каким бы способом они не были заработаны, они никогда не лишние. Так что... Все, я отключаюсь, всем пока. Анечка, спасибо, что пригласила на эфир, очень рада, через два месяца увидимся. Какие тени сегодня? Я вот не помню. Какие тени сегодня? По-моему, по-моему. Так, вот, скорее всего, вот эти вот, я сегодня тени наносила, да, да, вот этот вот, еще не высохли, вот этот, я нанесила влажным способом, потом сверху клала вот этот вот в складочку, и в самую-самую складочку, так как я светленькая, я темным, как вы видите, плохо пользуюсь, а вот этот у меня уже хорошо изрядно потерт, я его уже кладу вот в это вот место, а подводка у меня зеленая, только не видно, что она зеленая, а тени у меня коричневые, да, а вместо помады у меня сегодня карандаш, у нас жара, у нас жара, я думаю, вы видите, я сижу вся сырая, у нас 35 в тени, мы мучаемся сегодня и вчера, помада значит 40 856, я сегодня неделя накрасилась, очень мне понравилось тональное вот это вот увлажняющее средство, которое идет как, да, как увлажнялка, а где это оно у меня, я хотела показать вам, да, потеряла, куда-то убрала, вот оно суперское, ну что ж, переходим к Наташечке, Наташечка у нас очень долго ждала, значит, у нас еще запрос от Настюшки есть, может быть, еще кто-то захочет в эфир из випчиков, Асель, заходи к нам, поболкай пять минут, Наташ, расскажи о себе немножко. Всем привет, я живу в Молдавии, пришла в компанию на средство, извините за мой русский, извини, Наташ, у нас сегодня на эфире три страны, кстати, Казахстан, Молдавия и Россия. Я пришла в Фаберлик на средство для ванн, потом мне продали ее по полной цене, я, конечно, искала, где покупать со скидкой, и как-то вечером, ну не знаю, может, потому что сильно хотела, мне написала, ну сейчас мой наставник, и предлагала бизнес, ну, я сначала пришла на скидку, не пришла на бизнес, и как я, когда я пришла в компанию, сразу и началось, через пару каталогов началось вип, этот, мультиповар, и благодаря своему наставнику, она такая у меня очень-очень классная, Аня Марченкова, я пошла на мультиповар. Бдит тебя, бдит твоя наставница. Да, бдит, бдит, и я закрывала, мультиповар получила, и, конечно, уже не могла остановиться, я дальше пошла на вип, 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 теперь я 19 вип закрыла, да, 19 вип закрыла, в прошлый каталог 249 баллов закрыла, это все заказы, это ничего не мое, и сейчас третий день каталога, у меня где-то на 70 баллов уже заказы есть, мне легче рассказать, объяснить все, вот я как делаю, я все снимаю, все, но я пользуюсь только продукцией Фаберлик, то есть у меня везде дома Фаберлик, кто придет, это смотрит, и тут Фаберлик, и там Фаберлик, у меня только Фаберлик дома, потому что я влюбилась в эту продукцию, и я все снимаю, вот стираю ковер, снимаю, купила стиральную машинку, сначала порошок, я сначала чисто порошок без одежды, без ничего, потому что он сначала очищает машинку, и я перед тем, как продавать порошок, я всем говорю, сначала порошок без одежды, он все смывает, все отмывает хорошо, и потом уже одежда, то есть я всем все объясню всегда. Еще у меня есть группа в Вайбере, и с наставником у нас есть группа в Фейсбуке, также мы все снимаем, то есть мы только показываем все на себя, и от этого идут у нас очень хорошо продажи. Вот так, вот. Аня, привет! Всем привет! Да, наставница решила поддержать свою Наташечку. Наташ, продолжай. Рассказывай, рассказывай. Так, вот. Вот так мы работаем, то есть мне легче показать все, мне тяжело вот приглашать, не знаю, это мой минус, наверное, пока я не научилась приглашать, то есть я все равно всем рассказываю, перед тем, как продавать, я всем рассказываю про скидку, но не знаю, почему многие отказываются, но я через почту, то есть заказы принимаю и передаю через почту. У меня много заказов, мне легче так вот передать через почту. Ну, так собираем, собираем заказы только через... Показываем, показываем, чем пользуемся, и только так люди доверяют. А скажи, пожалуйста, почему ты боишься приглашать? Вот я, например, людей не приглашаю сейчас на данный момент, я веду бренд, я все рассказываю, и люди, глядя на меня, кто-то следит за мной неделю, кто-то три года за мной следит, то есть, но я не прекращаю веду бренд, рассказываю все о себе, о продукте, о компании, рассказываю об успешных статусах в команде, потому что если я показываю свою зарплату, меня в черный список заносит, люди не верят, поэтому я уже свою зарплату давным-давно не показываю, чтобы у меня регистрации были. Вот, и что хочется сказать, вот я никого не зову, но ко мне люди приходят. Но я личный бренд, только сейчас я проходила марафон по Инстаграму, и только начала вести свой личный бренд, и уже, да, начал вести личный бренд, и есть отдельная страничка, где я показываю продукты Фаберлик, но я больше сюда в личный бренде, и действительно, вот, пошли заказы. Но пока только заказы, пока нету, это у меня шумачи, пока только заказы, появился у меня один бизнес-партнер, девочка тоже хочет, тоже хочет в бизнес, вот сейчас я ей показываю, сейчас все ей рассказываю, может, у нас все получится. Аня с кошкой. Я там с кошкой бегаю. Извиняюсь. Она у нас просто балкон, и она через балкон заходит ко мне сюда в комнату, а потом ей надо через эти двери выйти, царевишно, и вот находит так вот кругами, потому что у нас вот так кругами можно ходить, из одной комнаты в другую, и вот так вот. И так хорошо. В общем, извиняюсь. Ну, личный бренд, вот у меня пока мало, я пользуюсь, но работает, хорошо работает личный бренд. Но я показываю, я все время, вот каждый день, я рассказываю про какой-то продукт, и показываю его в деле, в работе показываю, и личный бренд очень хорошо работает. Я, если бы знала это год назад, то, а так, хорошо, что прошла марафон, и вот узнавала много фишек. Сейчас даже марафон по продажам тоже. И благодарна, очень благодарна Фаберлик, потому что это все бесплатно, все отдает нам, так, на блюдце только бери и делай. Да, учись, чему нравится. Вот мне, что нравится на нашем проекте, люди действительно выбирают тот способ, с помощью которого они хотят работать. То есть их никто не заставляет, например, спамить, если они не хотят спамить. Их никто не заставляет вкладываться в рекламу, если они не хотят вкладываться в рекламу. Вот это, конечно, здорово. Так, девчонки, так, 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 какие-то мужчины заходят. Кто это ко мне мужчина приводил? А это у меня конкурсы были? Мужчина. Наверное, наверное. Мужчина прилипала, да. Мужчина к нам прилипала. Ну что ж, Наташа, есть у тебя какой-то секрет или совет, потому что VIP-19 держать, это не так уж и мало, это больше года. Ты держи каталожно, делаешь 100 баллов. и поделись, поделись, своим секретом, советом. я, я, вот, когда закрыла, после, это первый раз, когда я закрыла прошлый каталог, ну, меня и мотивировал, марафон по продажам, по продажам, и вот закрыл 249 баллов, но я беру продукт, прошлась по соседям, по знакомым, я с собой, у меня даже пробники с собой, в сумке, у меня все с собой, я показываю все в действии, то есть даже пошла, побрызгала, вот, посмотри, как все, как все, все светло, как все, все очищает, все хорошо, то есть человек видит и сразу, сразу делает заказы, то есть это мой секрет, я показываю и только получаю заказы, сразу, то есть заказы, это не было такого, чтобы не заказать. Наташа, скажи, что у нас еще в группе мы снимаем видео и тоже, тоже все, демонстрируем. Да, это я, да, я уже говорила, да, что у нас в фейсбуке есть группа, мы тоже все снимаем, да, все снимаем, там все покажем, общая группа и там тоже, тоже люди все это видят, что это все реально. Да, это мы такой метод тестируем пока, никому о нем не рассказываем, но, по крайней мере, у нас закрытая группа, мы принимаем туда только своих зарегистрированных и своих клиентов, больше никого чужого там нет. И мы там проводим прямые сферы, видео, каждый день у нас минимум четыре публикации. Бывает про один и тот же продукт, бывает про какой-то мой. А не у тебя много людей? Ну, нашей группе, наверное, всего месяц только, а человек 250 там есть. Не слабо. Ну, да, 250. Хорошо. И приглашаем кого-то на покупку продукции, то есть, они делают нам заказ, кого-то мы каждый регулярно, я раз в неделю объявляю, что желающих мы регистрируем, оформляем скидку и уже смотрю. Если Наташа пригласила человека, значит, под Наташу регистрирую. Если Аня, значит, под Аню. Вот как-то так я придумываю, да, что-то новое. То есть, это незарегистрированные люди у вас там сидят? Зарегистрированные мои, которые приглашают своих друзей. А, вот, а смотрите, у нас есть... Только наша, только наша структура. Да, 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 только наша. Правильно, что она только ваша, вы-то уж точно все хорошо поделите и вы друг друг доверяете. Правильно? Да, да, я там, да, я всех проверяю, принимаю, то есть, лишних никогда не добавляю туда чужих, чужие структуры. Ну, может, кто-то там залетает, бывает, значит, я его удаляю и все, вот так мы работаем. Вот так вот. Очень, очень много. Вот у меня вчера буквально вечером девочка написала, что... А, вижу, что она добавила 10 человек сюда в группу. Я ее спрашиваю, вы зарегистрированы или знаете нашу продукцию? Может, вы у меня заказывали? Говорит, нет, я не зарегистрирована и продукцию мало знаю, но очень слежу за вашими роликами, и решила добавить сюда своих подушек, чтобы они вот тоже смотрели. Поэтому, я думаю, что скоро-скоро будет регистрация. Да. Вот так вот. Я еще раз убедилась, что человек видит продукцию и он, если видит, видит, какая она хорошая, сразу заказы будут. Это 100%. Заказ будет. Мне никогда не надо жалеть тот пробник за сколько он там стоит в наших лейках, не знаю, в рублях. У меня пробники всегда с собой, в сумке, везде. Везде у меня пробники. Я куда-то к соседке, куда-то к друзьям. Сразу при мне показываю, вот смотри, как очищают, смотри, какие белые плитки, смотри, ты это, И заказы сразу есть. У меня соседка одна заказала, для вас сразу 5 штук, как раз была акция, ой, 10 штук. Как раз была акция, она думала, что больше акций не будет, и она 10 штук заказала, она говорит, на год вперед, чтобы у меня было. Люди видят, и люди идут именно на то, что качество, на качество идут. И на цену. На цену, на цену 100%. Залазишь вглубь любой команды, и выясняются такие интересные факты. Ну, вообще круто. Также у нас на проекте есть вектор 100 баллов налегке, под руководством серебряного директора Анюты Атамаси с Украины. Вот она делится тоже своими наработочками, все могут пройти там обучение. Кто действительно желает стать вип-консультантом, пожалуйста, если вы с проектов Аберлик онлайн, отправляйтесь туда сами. Самое главное, отправляйте туда новичков, чтобы у вас все было хорошо. Да, Анюту с Наташей я отпускаю. И, да, спасибо вам, девчонки, большое. Вот сколько... Я всем желаю удастого дня. Я не представила вам Аню. Аня, ты серебряный директор, кандидат в золотые директора уже, потому что я так хочу. Да, Аня, выходит поездку в Турцию и очень надеюсь с ней увидеться вживую, наконец-то. Да, увидимся. Да. Думаю, увидимся. Ну, всем пока-пока. Очень-очень рада с вами выйти на минуточку. Да, да. Все, пока. Дальше следим за вашим эфиром. А как выйти с эфира, если вы мне еще подскажете? Было бы супер. А там есть крестик, верхний правый угол, в твоем окне есть крестик. Спасибо большое. Всем желаю удачного дня. И, Аня, тебе огромное-огромное спасибо. Все, до свидания. Тебе тоже спасибо. А, Настенька, привет, дорогая. Дольше всех, кто нас ждала. Да, представься, пожалуйста, кто ты, какой у тебя статус, какой ты ВИП и так далее. Меня зовут Медведева Анастасия. У меня 18 ВИП будет в этом каталоге. Закрою. В компании я уже 10 месяцев. Зашла по рекламе наборов через Одноклассники. У меня директор Шагина Ирина. Хочу, пользуясь случаем, выразить ей огромную благодарность. Она во всем меня всегда поддерживает. Всю мою структуру тоже помогает, поддерживает. Зашла на набор, не доверяла, если честно, потому что там нужны были документы. Я из Казахстана. Ну, доверилась и не пожалела. Не пожалела ни насчет продукции, ни насчет заработков. Пусть я еще не директор, но 19% я выходила. Держу ВИП. Держу почему? Потому что сама пользуюсь продукцией. Я вообще асматик. И вот решила попробовать по Берлик. И мне очень-очень хорошо зашло. Не все, правда, но большинство. Все наши БАДы практически перепробовала. Близкие мои, да, родные, мама. Дети. Мои полюбили сыновья. Чаи наши. Очень. Они другие вообще не признают теперь. То есть, как бы, 100 баллов для семьи даже, я могу за себя, да, сказать, это сделать очень легко. А сколько семей? Больше 100 баллов? У меня 4. Ну вот, значит, да. Ну вот, сыновья, то крупы я. Да. Вот. Ну, также родителям тоже что-то беру, да. Подружки обращаются, знакомые. Они видят, я выкладываю сторисы тоже, да. Прохожу какие-то обучения. Вот иногда получается и с регистрациями. А какие? Ну, как бы, обучение и по Инстаграму, и тёплый круг был, и до этого одноклассники были. Да, конечно, я там победителем не стала, не всё у меня получалось. Но, тем не менее, много для себя интересного подчеркнула, узнала и много что пробовала. Да, действует, да, помогает. Потому что после каких-либо просмотров, да, обучающих, начинает что-то применять и начинают быть заказы. То есть, даже вот человек на меня подписался, и я только потом узнала, когда мы с ней списались, я у неё в отделе всегда беру мясные продукты, продавец. И вот она мне делает теперь постоянно заказы. Она любит нашу маломойку. То есть, как бы, ну, вот такие вот разные ситуации, да. Кто-то где-то увидел, кто-то как-то. Вот, структура у меня больше 200 человек. Есть VIP тоже. Глядя, думаю, на меня, как они вот тоже, кстати, говорили, что, глядя на тебя, нам тоже охота получать подарки. Вот, получается, один VIP наши чаи получил. 8 пачек, да, в подарок. Это здорово, круто. Они ей очень понравились. То есть, до этого я как бы ей советовала, рекомендовала, да, попробовать наши чаи. Она не вносила их в заказ ни разу. Ну, это как меня, с порошком, да. Как вот, нет из порошка. Вот, да. Всё, то есть, она даже на подарок там кому-то подарила. Им тоже понравились. И вот она даже не то, чтобы 100 баллов. Вот, получается, тот каталог, да, 11, она сделала 146 баллов. То есть, как бы, ну, вот так. Да, круто-круто. Скажи ещё, знаешь, какую вещь? Вот, что больше у тебя всего расходится? И ты сама собираешь с людей заказы? Или они уже к тебе привыкают, и ты им просто, может быть, рассылаешь электронные каталоги? Или ещё как-то. Как у тебя вообще вот эта вся система от начала до конца по порядочку выстроена? Вот, начался новый каталог. Или ещё не начался. Что ты делаешь? Вот, прям по ступенькам. Я вообще первый день, вот, как только каталог начался, да, вот, допустим, сегодня, я с утра в сторис выкладываю наборы, акции какие, да. Также ссылочку даю на электронный каталог наш. И люди в основном мне сами пишут. Пишут, что хотят вот такой-то набор. Или там, скинь, пожалуйста, каталог. Я им скидываю. Как бы в основном так. Но бывает такое, что я вот вижу, да, летом как бы немножко затишье такое, я начинаю людям крутые акции скидывать, да, наши, где, допустим, на продукцию скидки большие. И я уже как бы интуитивно знаю, что у меня каждый человек заказывает, что ему нравится, да. И, допустим, проходит там недели две, три, я примерно знаю, что у этого человека уже это должно закончиться. я ему начинаю напоминать. И да, это работает. То есть у меня это работает. Он, а, да, точно, давай мне сразу три. То есть как бы вот так. Интересно, классно. Действительно, здорово. Скажи ещё. Бизнес ватсап тоже. Тоже есть бизнес ватсап. И как бы им обучаюсь ещё пока пробовать пользоваться. Ну, как бы всё равно заказы есть, да. А какой у тебя был самый-самый-самый большой заказ? Самый большой заказ 115 баллов от одного человека. Обалдеть. И что она купила? Всего побольше? Она взяла. Это моя подружка. Она была у меня в гостях. Она увидела, у меня на столе стоят Омега, Куэмзим, Сибирское здоровье. Мы как бы это всё принимаем. И она увидела, она заметила по моему состоянию кожи на лице. По моим ногтям. Да, она задала вопрос. И я как бы сама заметила, что когда я начала на постоянной основе их принимать, да, стало лучше. И как бы вот порекомендовала ей. И она домой пришла, попросила скинуть каталог. У меня не было бумажного, все раздала. И всё. И на следующий день она мне скидывает БАДы. Потом она выбрала себе спортивный костюм, кроссовки. Ну, то есть как бы и что-то с бытовой химией. Всё. Вот за счёт БАДов в основном она набрала большой заказ. То есть сразу она не только для себя, она сразу и для супруга взяла. Для детей тоже. Вот у меня младший сын очень любит наши травки пить. То есть у нас работают просто истории. Да? То есть мы рассказываем, что приключилось у нас. И вот я даже сколько раз замечала, вот то, что нравится человеку, то у него больше всего и покупают. Причём не важно, мне нравится почти всё. Я вот, кстати, впервые на днях получила наши полотенца, банные большие. Мне очень понравились. То есть сравнила цены наших магазинов по примерному, да, ну как, по качеству. То есть у нас выгоднее. Да. Выгоднее приобрести. Вот. Есть, конечно, в магазине петровое полотенце, но они не впитываются, не выжимаются, у них там не течёт ничего. И они как-то вот до такой степени синтетика, что из них вымывается цвет, они быстро желтеют. Вот мы купили дорогущее полотенце в джубке, потому что, в общем, у нас так получилось. Мы уехали и забыли с собой взять вообще все полотенца. Из номера полотенца не возьмёшь, а купаться на море нужно, а джубка – это чёрное море. И, значит, мы пошли на пляж, я говорю, слушай, что-то надо делать. И смотрим, вот эти вот, знаешь, такие цветные, длиннющие, здоровенные полотенца прямо в ряд висят, какой хочешь цвет выбирай. Боже мой, я была в шоке, потому что после двух или трёх стирок просто ничего не осталось практически, невозможно было разобрать рисунок, все ткани блёклые. Вот этому платью, я не знаю, знаешь ли ты его, это платье? Это платье Фаберлик. Я не помню, сколько ему лет, ему, может быть, года четыре, если не больше. И оно стирано много-много раз. Я это платье люблю, когда жара, потому что в нём не жарко, дышит кожа. И в поездах, в самолётах я его надеваю, потому что удобно вот в нём. И вы понимаете, ничего не случилось, нигде никакие шовчики не отошли. Цвет яркий, у меня такое чёрное, красное, и вот это синее. И я их сколько лет ношу, и с ними ничего не случается. И, конечно, когда ты привыкаешь полностью вот к этому качеству, и потом покупаешь вот это вот неизвестное полотенце, в которое просто мы завернули ребёнка, мы снимаем полотенце с ребёнка, а она вся потная, она спотела под ним. То есть, а на ощупь, оно как будто натуральное. И вот тогда, когда вот ты привыкаешь ко всему хорошему, мне говорят, хороший продукт, и я говорю, нормальный, я пользуюсь. И тут я прямо увидела вот это вот сравнение, и я о нём рассказала на своём ютубе, и как раз я про эти полотенца рассказала то ли в неоновой коллекции, то ли где-то, да, вот в этом вот, где просмотров было много, 2018, да. Вот, и смотрю, через три дня я хотела обновить свои полотенца, потому что им по четыре года и так далее. Я думаю, да, я ещё штучек пять подзакажу, а эти старые отправлю отцу в деревню, у него там стройка, они ему нужны. И нету полотенец. Я думаю, нифига себе я продала. Ну вот 18 тысяч просмотров было именно у этого видео, и я понимаю, что это из-за меня. Просто поняла уже. Да, вот так вот оно работает, потому что, когда мы удивляемся от души и видим сравнение, это просто вот невероятно, да, когда вот человек, когда люди, они чувствуют правду, да, то есть твой секрет, что ты действительно, ты всегда говоришь правду, ты не обманываешь, ты прямая и открытая, ты рассказываешь, а всё как оно есть. Да, когда ты любишь, то и начинают другие любить. Вот, а вот это самое-самое классное. Ну что ж, Настюш, какой-нибудь секрет, а тебе фишечку, совет? Совет? Ну, а, я, наверное, повторюсь, быть честным, быть настоящим. Что ещё можно сказать? Правда, она всегда впереди, да, поэтому я никогда не скрываюсь, и мне что-то не нравится, я об этом говорю. Вот, допустим, да, там, брала крема для рук, мне они никак не зашли, так как я асматик, наверное, ещё поэтому, то есть, да, я задыхалась, я не смогла. Взяла другой крем для рук, лав, кстати. Мне вот абсолютно хорошо было, то есть никаких вообще побочек, ничего. То есть, да, я своим так же говорю, они вот спрашивают у меня, а есть вот что тебе не нравится? На тебя, говорит, посмотришь, тебе всё нравится. Я говорю, да, конечно, есть то, что мне не нравится. То, что именно мне, ну, допустим, супругу, кстати, может это понравится, а мне не понравится. Тут каждому своё. То есть, я не скрываю этого. То есть, ну, вот так вот, наверное. Твой любимый продукт? Ой, их много. Ну, вот скажут тебе, вот в этом каталоге ты можешь заказать только, ну, давай возьмём три. Чего-то три, и больше ничего нельзя. Вот что бы ты выбрала? Кофе однозначно зерновой. Я очень люблю кофе. Да. Я очень, да, люблю. Люблю чаи наши. Вообще без разницы. Любой. Все перепробовала. Так, ну, и Омега обязательно. Куэнзим. Это вот сибирское здоровье. Это уже за здрасте. Каждое утро. Мы вот, я по всем раскладываю. То есть, ну, вот это. Для меня как бы важно. Да, Куэнзим после 30. Я смотрела про него эфир. Его можно пить вообще бесконечно. Особенно те, кто за 50, за 60, за 70, как мои родители, им вообще нельзя идти под перерыв. То есть, одну штучку с утра, одну штучку вечером. Но самое главное, не принимать его на голодный желудок. Это тоже рецепт, ой, рецепт, совет моего врача. Ну, и самый нелюбимый продукт? Нелюбимый продукт? Вот для меня это сложно. Я обожаю эти лица, которые прямо врасплох застаны. А, ну, наверное, вот, скорее всего, вот то, что мне сложно, да, подобрать, то, что я хочу, и я не могу. Это вот крема для рук для меня проблема. Не знаю почему. То есть, ты любишь, я перепробовала. Да, да. То есть, для меня нужно именно руки. Понимаешь, на лицо я прямо многие перепробовала и пользуюсь ими. И патчей, и тё. То есть, для лица всё нормально. Руки нет. Если ты наносишь, сильно пахнет. Парадок. Переносишь, да, нормально? Всё, вот. Вот. Да, не могу, и всё. И ещё, кстати, я диабетик, да, и консультировалась своим эндокринологом насчёт наших коктейлей, куэнзим, вот то, что я, да, принимаю. Не так давно я узнала о своём недуге и, соответственно, с врачом полностью начала консультироваться. Она разрешила мне наши коктейли. Она даже сказала, что это полезно. Да. Полезно куэнзим. Она сказала, да, отобряю. И омега-3,6,9 одобряет. То есть, как бы, это вот рекомендация даже получилась от моего врача для меня. То есть, как бы, вот. И я этому очень-очень рада, потому что я напугалась, как я без того, без этого буду. Ну, вот. Шоколадки наши пробовала, замеряла тоже глюкозу. Вот, слава богу, сахар не повышается. Вот у нас мама, её иногда бывает трясёт. Вот ей нужно, наоборот, сладкого скушать. Вот у неё диабет, ей нужно сладкого скушать. И у нас один раз был вот этот вот гипогликемический, боже мой, сложно, криз или как-то вот он так называется, что не упал сахар то ли до трёх, то ли как, и она вообще была никакая. Мы её получили, я схватила воду с сахаром, оболтала. Сначала я нашу шоколадку Фаберлик ей засунула. Потом до меня дошло, что она без сахара, смысла нет её сахарить. Безполезно. И я бегаю и думаю, боже мой, у меня нет вообще шоколада с настуральным сахаром. А нам же всё равно для диабетчика обязательно надо что-то держать. Я в холодильник, варенье я терпеть ненавижу, варенья в доме нет. Потом, значит, я и начала воду с сахаром навела, скорая, как зараза, два часа не ехала. Я навела воду с сахаром, давай её уже шприцом поить, потому что она не может рот открыть. Она выплёвывает, ей невкусно, но она правда противная штука, воду с сахаром. Я думала, да что-то я могу сделать. И вдруг я вспоминаю, мёд. У нас есть мёд, я схватила этот мёд, бегу в микроволновку, скоро подогрела, чтобы она могла его рассосать хотя бы, чтобы он пропусками был. Сую ей в рот и держу губы. А она ничего не понимает, вообще ничего не понимает. Держу ей губы и смотрю, у неё зрачки шире, шире, думаю, фу, слава богу. Да, то есть начала отходить. То есть через силу мы её тогда вот накормили, так ужасно испугались. У неё такое вот уже раза три было. Мы сейчас дома держим мёд, но шоколад с сахаром не покупаем. Привет, девчонки, Анюта, я тебя люблю. Ой, спасибо большое. Да, я сама кофе-манка, честно вам скажу. Вот сижу, пью кофе, кстати, опять из кружки мужа. Аня, я тоже кофе пью. Мы такие девочки вредные, всё у своих мужиков хватает, мало нам своих кружек. Ну что ж, Настя, огромное тебе спасибо. И вот, знаешь, я когда тебе задала вопрос, что у тебя самое нелюбимое в компании, я вот задумалась, а что у меня самое нелюбимое в компании, вот самое нелюбимое. И вот, я думаю, мне надо подумать. Я даже не могу сказать. Да, тяжело ответить. Наверное, самое нелюбимое ощущение, это когда, вот, знаешь, приходит товар какой-либо из одежды, и у меня очень короткая спинка сама по себе. Вот это вот место, оно короткое. А Буматиков всё-таки он больше Андрей, да, Андрей Буматиков, он всё-таки больше шьёт на девушек более длинноногих. А я, мало того, что у меня и рост маленький, да, ну, 160 в принципе, нормальный рост средний, 162, и спинка очень короткая. И получается, у меня сзади, на спине очень часто дует. Дует, и я вижу, что или мне заказывать перешивать, или отправлять на возврат. То есть, меня вот это очень сильно раздражает, если честно, потому что очень много моделей. Я, мне не нравятся, они хорошо сидят спереди, как-то вроде бы и скрадывают недостатки, и всё. А сзади вот этот вот горк. И когда я начала заказывать индивидуально у Швии платья, это было где-то, может быть, года полтора-два назад, вот я тогда это узнала, она говорит, Ань, я говорю, сколько платьев шила? Говорит, у тебя самое короткое вот это вот место, да, вот от холки до вот этой поясницы. Я говорю, она говорит, это такая редкость огромная, у тебя, очень оригинальная фигура. Я говорю, ну вот, здрасте, приехали. я не знаю, почему именно мне это вот не подходит. и что вот ещё меня раздражает, да, очень часто такое бывает в компании, то, что правда востребованный продукт, и он заканчивается буквально за три дня. Вот. Да. Именно такой продукт, который не полюбился, это, наверное, я помню, как-то я по ВИПу заказала гель для душа с запахом нарцисс. или не нарцисс, а как-то вот по-другому. Я нарциссы люблю цветочки, они у меня часто стоят, они очень вкусно, сильно воняют, и мне нравится, как они ухудшают. Ключевое слово. Да, вот этот вот аромат. А? Я говорю, ключевое слово, они не пахнут, главное, да? Вот так вот и гель для душа не понравится. Воняют. Они реально, да. Вот. И вот этот вот запах вот этого вот геля для душа, он меня так раздражал, и он у нас стоял, я не знаю, около года, наверное. И я потом смотрю, уже подходит срок, он никому не нужен, вот, и им никто не хочет мыться. И я его думала, сейчас я его выкину. Но потом приехала свекровь, свекор, у нас где-то уже больше половины было, и смотрю, он начал заканчиваться. Они ходили туда, видать, мылись, как раз было лето, жара, и он закончился. Но вот этот аромат в ванной после них, вот этим вот, не нарциссом, а даже чем это, такой, знаешь, зеленый такой, с белой этикеточкой, то ли ландыш, то ли нарцисс. Вот я это навсегда, как он меня бесил, этот аромат. Вот прямо очень не нравился. Вот, да, о, Туркмекистану привет, молодцы, заходят. Вот, таким вот образом. Ой, смотри-ка, Ириша у нас зашла, наставница твоя. Ириш, пошли в прямой эфир. Была бы очень рада увидеть. Мы, кстати, с Ириной ни разу в прямой эфире, в прямом эфире не встречались. То есть я в прямой эфир выходила, но я себя не показывала. Это первый мой прямой эфир. Ой, с дебютом тебя поздравляю. Умница и красава. Да, очень волновалась. Ну, спасибо тебе, спасибо девочкам. Всё классно. Да, хочется дать тебе, знаешь, какой совет, Настенька? Заведи себе треногу. Маленькую. Есть, купила. Ещё пять месяцев назад. Ирочка, привет. Привет. Я смотрю. Вот смотри. То, что у Насты вышло в прямой эфир, для меня это... Кот, она вообще сможет. Да, да, да. А я в руке телефон держу. Вот, чтобы не держать телефон в руке, чтобы у тебя не тряслось, чтобы тебе было удобно, потому что всё равно, когда ты держишь, мне кажется, рука устает, напрягается. Рука дрожит. Ты его поставишь, да, поставишь на эту треножку, ты его поставишь под тем ракурсом, которым тебе удобно, подберёшь свет и так далее, поэтому обязательно в магазин за вот этой вот маленькой треножечкой, которая тебя в любой ситуации спасёт. Причём она может... А у меня есть всё. Всё, купила уже давно, просто, ну, не решалась, честно. Тут Иринке вчера ей сказала, я напросилась в канюте в прямой эфир. Вот, Ира тоже меня так поддержала хорошо. Вот. Ишлось, не жалею. Молодец, молодец, потому что я знаю, что тебе это стоит, выйти в прямой эфир, видеть себя на видео. Сколько раз я её уговаривала начать снимать видеообзоры, потому что у неё очень хорошие отзывы, и она это сможет, но она стеснялась. И когда она мне сказала, что она будет в прямом эфире у Ани, для меня это был шок. Я очень переживала. Я сейчас даже переживаю больше, чем сама волнуюсь. Я переживаю больше за неё. Я сидела, ждала, пока все участники проговорят. Мне задают вопросы, я не отвечаю никому. Я сижу, смотрю, когда моя Настя будет в эфир. Я, если честно, вот Оксана пишет, да, что не скажет, что Настя впервые. Такая умница. Я бы тоже не сказала, потому что это нормально, уверенно. Но это, вот, как вам даже сказать, вот я, допустим, недавно у нас было выступление, я выходила с микрофоном на аудиторию 170 человек, меня колбасило. Я очень боюсь выступать. Публичное выступление для меня, это, я не знаю, боже какое-то наказание. Я не могу себя никак воспитать, я не могу никак взять себя в руки, чтобы уже не бояться. У меня прям холодок, я забываю, что говорить. В общем, там паника из пани. И вот те, кто меня хорошо знают, они мне говорят, Ань, ну так нельзя. Ну, ты, говорит, когда-нибудь точно сердечный приступ получишь. Ты, говорит, почему, почему тебе так плохо? А остальные подходят и говорят, Анна, вы такая молодец, вы так уверенно держитесь на сцене, я хочу, как вы. И я такая сижу, думаю, ой, вот понимаете. Вот я не вижу Настя на волнение, потому что я Настю до этого не знала, я с ней не общалась, потому что мы просто переписывались в чате, мы состоим в одних чатах, в проекте. И поэтому я не знаю, как Настя волнуется, а как не волнуется. И вот поэтому кажется, что мы вот вышли в прямой эфир, и нам всем хорошо и просто. Вот я, например, знаете, что начала замечать? Я начала скучно проводить прямые эфиры после того, как начала, перестала волноваться, перестала бояться. Раньше я боялась спамщиков, хейтеров, прочие вот эти все чуши. Меня это все очень-очень напрягало, я ревела потом, я могла там сидеть и реветь, там переживать, даже успокоительное. Помню, у меня муж покупал, потому что мне там написали, что с моими внешними данными нечего вообще выходить, и нос картошкой там, и что попало, я сидела и ревела. Вот. Но это было лет пять назад. Да, но это было, я вам честно скажу. И, конечно, тут нужно понимать, что цель хейтера, это, ну, может быть, свою злость. И заботиться о том, чтобы человек точно не стал там успешным, или еще что-то. Но другой целью хейтеров не бывает. И тем более, когда мы говорим о человеке, который обсуждает лично вашу внешность, да, ваш говор, вашу внешность, вот у нас сегодня на прямом эфире получается три страны. У Молдовы один акцент, Казахстан другой акцент. Вот, да, Россия третий акцент. Россия вообще страна огромная. Где-то чокают, где-то штокают, где что, да. Я вот с Украины прилетела, я два месяца шокала. Вот оно как-то у меня. И я никогда не смотрю на то, как человек себя ведет, что он, как себя преподносит. Я всегда смотрю на ум. На ум, на умение общаться и так далее, и так далее. И вот, когда я начала вот смотреть таких спикеров, как Тамила Полежаева «Царствие небесное», очень хорошая женщина, мне она нравится, Мария Азаренок, Катерина Азизова, Радислав Гондопас, низкий ему поклон за то, что у него на ютубе столько много открытой информации по ораторскому искусству. Я приобрела себе книгу по ораторскому искусству и так далее, и так далее. Я знаю, что у меня очень много слов-паразитов. Но и вот начала раскрываться вообще. Я начала учиться говорить то, что я чувствую, то, что я ощущаю. И начала просто людей, хейтеров, просто блокировать. Все говорят, что хейтеры создают нам активность, и это круто. Смотря какие. те люди, которые тактично говорят правду, я их люблю, ценю, уважаю. Те, кто пишут, а, не вей столько много кудряшек, например, тебе с прямыми лучше, или будь хотя бы иногда с прямыми. Надоели там твои кудряшки, я сижу и понимаю, ну да, как бы нормально, да. Ну, человеку вот хочется видеть меня такой-другой, то есть ему скучно. И я таких людей люблю, я их хейтерами даже не назову. А есть люди, которые начинают там тему интимных вопросов касаться, да, там чего-то предлагать, там вот эту всю чушь, там красавица как дела, и все такое прочее. Я, конечно, просто блокирую, и они никогда меня не беспокоят. И вот для того, чтобы начать и не бояться, и ничего, просто вот я тебе советую, воткнула телефон и говори все, что ты считаешь нужным. Подготовься немножечко, подготовься чуть-чуть и знай, что все спикеры проходят вот этот путь от слез от хейтера до того, что ты над ними уже начинаешь прикалываться. Вот я сейчас над ними прикалываюсь. Это ведь вот надо вот сегодня кто-то там какие-то маты писал, еще что-то. Надо ведь зайти, посидеть, послушать, потерять свое время, написать, ждать, пока тебя забочат. Ну, кайфуют люди, ну, пусть кайфуют. то есть, и вот действительно все легко и просто получается. Но 5 лет назад это, а как я проводила на свой первый вебинар? Это вообще было смешно. На него, он был закрытый, на него пришло 6 человек, и я посередине вебинара, где-то в минуте на 25-30, сказала неправильное слово. Я быстро нажимаю на кнопку и полностью выключаю ноутбук. Антон бежит, говорит, что случилось? Сань, ты что сегодня так быстро? Он же знает, что я на полтора часа там растягиваю, со всеми болтаю, в конце на вопросы отвечаю, а тут я бегу. Он, что случилось? Злая такая. Я говорю, я не то слово сказала, говорю, какой кошмар, говорю, что я теперь, как я, все, я навсегда, говорю, опозор. Он так на душе смеялся. Коля звонит с Украины и говорит, Аня, ты чего? На пол темы ты вышла? Я в Ою сижу, говорю, я не то слово сказала. Ань, ты что? Вот я, значит, включила ноутбук, зашла, но это минут 10, может быть. Ни один спикер, спикер, ни один гость из вебинарной комнаты вышел. Все меня дождались. И мне было так стыдно перед ними, ну вот за это вот. Вот я, конечно, первый раз это сделала, я так никогда раньше не делала, но я честно скажу, вот я вообще как спикер, становление меня как спикера для меня проходило быстро, мгновенно, потому что, ну кто кроме меня для моей команды что-то проведет, так ведь? но с другой стороны, опять-таки, вот когда все эти страхи, они тоже быстро переборолись, буквально прошло полгода, и я уже вела, 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 и я уже не боялась, абсолютно не боялась, поэтому, Настя, я тебя поздравляю, ты им дебют, там умница и красавица, это дорогого стоит, причем, ребят, Настя, не то, чтобы я там написала и сказала, Настя, ну-ка пошли, она сама мне написала, сама, то есть она написала, Аня, можно мне к вам, то есть инициативный лидер, это самое лучшее, да, Ириш, тебе есть с кем гордиться, спасибо, есть, да, есть, я говорю, Насте, ей нужно начинать вести канал YouTube, он у нее пойдет, пойдет, и правильно сказали, нужно идти покупать прям завтра лампу себе, хотя бы какой-то кронштейн, садиться, начинать записывать, я свои видео тоже вот записывала, наверное, раз по 10 перезаписывал, не то ляпну, выключу, все заново записываю, сейчас я на этом, вот такая лампа у меня тоже очень удобная, у меня есть, Ира, помнишь, я тебе говорила, что я ее купила, даже купила, и баночки пустые собираю, понимаешь, уже три коробки стоит, да, вот такая лампа, да, сейчас на большую аудиторию, просто обещай сделать первый свой видеообзор, у тебя это очень хорошо получится, обещаю. Да, тут телефончик вставляется, в принципе, очень удобно, поэтому приобретайте, вот я через это выключаю, да, то есть у меня вот так стол, тут стол, я, значит, вот так вот ее делаю и снимаю, вообще просто, вообще легко, если нужно снимать, пока без лица, нужно свое лицо отснять, я поворачиваю, вот эту штуку на себя переворачиваю и показываю, как я там реснички накрасила, все, потом ставлю на паузу на телефоне, снова обратно повернула, обратно перевернула, опять снимаю, все, у меня вообще, я даже практически не монтирую, потому что вот у меня сейчас телефон, на котором во время видео, когда вы снимаете видео, ставится пауза, это так удобно, дожуйте, вот на айфоне такого нет, и я айфон не очень-то люблю, вот из-за этого, хотя вот веду с него прямые эфиры, зато вчетвером в прямой эфир можно, вот, а именно с Самсунга, вот, вот, не знаю даже, какой он, Note 8, Note 20, ну какой-то, в общем, Самсунг, вот у него есть стилус, надо перезагружать, чтобы посмотреть, мне муж просто покупал, я, если честно, не помню, вот с него удобно, снимаешь видео, паузу поставил, сходил там, поел, еще что-то, пришел с паузы, снял, снова снимаешь, здорово, классно, переворачивать можно, и все, что хочешь делать, и до такой степени удобно, что прям... Дорогая, дорогая... Будем пробовать. Да, что хочу еще сказать, расскажи, пожалуйста, про себя, Ириночка, в каком ты статусе, ВИП ты не ВИП, и так далее, и так далее, раз уж ты пришла в прямой эфир, пусть моя аудитория познакомится. Раз, тема эфира ВИП, тогда начну с того, что по прошествии прошлого каталога я закрыла ВИП 100, то есть я ВИП золото. Поздравляю. Я воспользовалась уже скидкой на одежду, мне это очень понравилось, я это очень давно ждала. В компании Faberlic зарегистрировалась в 2016 году просто на продукт, просто увидела на страничке Тани Андреевой, своей наставницы, рекламу мыла для кухни, устраняющей запахи, и просто зарегистрировалась. Вот такая вот случайность... Да. Сейчас я, получается, в закрытом садеват вне старшего директора, в открытом серебряного директора. Вот. Не скажу, что прям быстро расту, но качественно расту, потому что структура у меня широкая. Вот. Что хочу сказать насчет того, насчет своих фишек, да. Настя сегодня передала абсолютно мой опыт, абсолютно весь, то есть я просто люблю продукцию, и моей фишкой являются мои видеообзоры. Мне все говорят, что после твоего видеообзора хочется купить все. Ой, мне тоже так приятно. Я снимаю сторисы, в сторисах сначала обзор, так же, как Аня, да, потом я снимаю видеообзор на канал YouTube. Видеообзор с канала YouTube, естественно, я даю в команду сразу в чат, где покупатели, потому что структура широкая, в основном все-таки большая часть покупателей, да. И сразу после видеообзора мне присылают, Ирин, помоги оформить заказ. Вот. Ну и свои покупатели тоже. В основном реакции у меня идут на сторисы и на мои видеообзоры. То есть я ВКонтакте, в группе, везде скидываю. Изначально вот я очень сильно раскручивала группу ВКонтакте, это в 2017 году, еще в 2018, через конкурсы в разных группах местных набрала аудиторию, там всего 1200 человек, но я до сих пор делаю 100 баллов, я ничего нигде, вообще ничего не делаю для того, чтобы сделать 100 баллов, так скажем. То есть люди сами пишут. Пишут сами. Я не предлагаю, не пишу вообще никогда никому ничего. Вот. Звонят, пишут, то есть своя аудитория. Ну, единственное... Не поняла. Вот. Единственная моя фишка, за что меня любит местное население, которое у меня заказывает, это то, что я доставляю заказы до квартиры бесплатно. Ой, я бы не сказала. Это моя фишка, я это безумно люблю. У меня вторник, день развоза заказов, все это прекрасно знают. Мы с мужем туда-сюда, туда-сюда, то есть и быстренько все развезли. И сразу хочу сказать, когда я зарегистрировалась в Фоперлик, я сумки 20 килограмм таскала на себе сама. Ну, вот и худенькая, слойненькая. Вот. Вот, кстати, консультант, по ППИ. Да. Я купила машину, потому что устала. Купила машину благодаря доходу в компании Фоперлик. И сейчас мы это делаем все очень быстро. У нас занимает это в 2-3 часа максимум, причем мы возим в соседний город тоже. Слушай, я помню... Потому что у меня тут... Вот ты меня прям натолкнула на целую историю рассказать. Я была беременная, меня пригласили в Арифлейм. Да, но я не захотела туда пойти. Думаю, фу, сетевой там, все дела. Вот, как обычно. И потом, значит, у нашей векуськи исполнилось где-то 3 месяца. Меня зовет моя подруга и говорит, можно хорошо подзаработать, туда-сюда. И я думаю, ну, в принципе, в декрете, даже если я для себя какие-то денежки добуду, то я хотя бы себе рыльно-мыльное бесплатно буду покупать. Ну, как бы, да. И я начала действовать. И вот это вот с коляской. Коляску мы таскали на пятый этаж, потому что кошки внизу могли нафурить в коляску. Как-то вот они пробирались через чехлы и всяко-разно. И вот я эту коляску, эту сумку, ребенка туда-сюда, раз пять. И вот 20 килограмм, которые я набрала после родов, причем я набрала резко, они у меня ушли буквально за 4 месяца. Потому что это было просто что-то с чем-то. Я таскалась с этой... И я вот с того момента, если честно, очень не любила продавать. Вообще. И вот я до сих пор никогда ничего не продаю. Я тоже не продаю. Я говорю, что я не продаю. Я не продаю. Ко мне звонит, я не могу отказать. Я не... Я это... Да. И вот, видать, вот люди, которые в моем доме живут, в Мурыгина живут, еще вот где-то, да, вот там, которые меня уже знают давным-давно, они мне пишут и спрашивают, Аня, там, привет, я из твоего дома, из первого подъезда, закажи, можно ли у тебя сделать заказ? Я говорю, не вопрос. Я говорю, ты придешь? Она, конечно, приду. Я ни разу в жизни никому не отказала, всегда всем, ну, как бы, есть доставка, все. Настя на скольки процентах? На 19, она сказала 19 у нее. Вот. И действительно, люди, я им потом звоню, говорю, приходи, забирай, тебе пришло. И они посылают своих мужчин, они хитренькие, им сами лень, мне лень. Если у нас тут в группу забирали, у нас огромный был заказ, баллов на 700, мы в группу собирали на выпускные, вот эти вот наборчики детские, еще что-то, потом по социальной акции, тоже там много-много-много, да, вот эти 500-то рублей были, много-много тоже вот. Мы там действительно сами доставляли, вот, а так у нас практически все приходят домой и забирают у нас дома. А у нас самое прикольное, это, конечно, свекровь. Так, приезжает, так, порошок, кондиционер, такая всего наберет, что закончилось, такие две сумки отсюда, она говорит, иди в деревню. Ну, ша-ха-ха, говорю, папке опять говорю это. Сохраните, пожалуйста, эфир смотрела не сначала. Хорошо, Оксаночка. Так, ну что, девочки, больше я смотрю, никто ко мне не запрашивается, кроме каких-то циферок. Циферок мужчин, ну, господи, сколько там всех. Вроде бы, девчонок не вижу в запросах, пообщались со всеми. Очень рада, что я была участницей Настиного дебюта, это классно. Прям даже... Ты его. Да, потому что, ты знаешь, вот у меня такие воспоминания, не очень такие светлые, классные, о моем первом, да, вебинаре, о моем первом эфире, потому что, действительно, я там и не то слово сказала, и ноутбук выключила, и все. Ты умница, смотри, как все здорово. Ты дождалась, ты вышла. Очень мне понравилась Наталья Дорош, потому что она должна была в 12 быть дома, но ее задержали, что-то они там оформляют, в общем, нельзя никак просто уйти и бросить, ничего. И она ушла, нашла выход, ушла в машину, из машины проводила со мной прямой эфир, тоже очень классно, очень приятно. Да, очень приятно нежданным гостям, навсегда желанным, это Анюта Марченкова, которая вышла тоже своего человека поддержать со своей командой, Иришка, которая тоже... Для меня это шок, что я вышла в прямой эфир, я не готова была, я только поставила варить, пришлось выключить. Пришлось выключить, да. А я всех зову всегда, ко мне просто так на эфир никто не заходит, я всегда зову в гости, но если знаю человека, я всегда зову, человек или отказывается, или заходит. Один раз я запросила кого-то из директоров, сейчас не вспомню, это было, наверное, полгода где-то, может, месяцев семь назад, я запрашивала девушку, и она говорит, Ань, запроси меня через 10 минут. Я ее запрашиваю через 10 минут, и она такая, выходит в прямой эфир, фух, накрасилась. Я не успела. Блин, да кто ж это был? Я ее запросила, и она бегом побежала краситься, за 10 минут накрасилась, прибежала назад, ты приняла этот эфир. Я говорю, ну вообще, обсохотаться можно. Ну все, девчонки, да, с вами хорошо, будем заканчивать, а то эфир у нас с вами два часа. Спасибо вам большое всем. Я вас обожаю. Да, не останавливайся. Спасибо. Вот подумай. Да, самое главное. Да, самое главное, не останавливайся, ты начала, и сейчас тебе нужна привычка. Вот сама подумай, сколько, вот тут надо взвесить себя, сколько у тебя вообще энергии. Вот некоторые, каждый день эфиры вести и не уставать, да, но потом через месяц они будут как выжатые лимоны и полгода ничего делать не смогут. Вот, а ты для себя реши, как тебе, чтобы не напряжно, не сильно энергозатратно, чтобы было хорошо и весело, да, живо и энергично, чтобы ты могла проводить прямые эфиры. Например, раз в каталог, да, или, например, раз в неделю. Вот проанализируй себя и обязательно выходи, 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 чтобы у тебя набралась база полезных советов. И когда спустя месяцы, может быть, полгода, год, у тебя уже будет огромная видеотека, которая называется бренд. Да, ты будешь попадаться то тому человеку, то другому человеку, ты будешь кому-то симпатизировать, кому-то ты будешь импонировать, от этого никуда не денешься, да, то есть и тут самое интересное то, что ты найдешь своих людей, своих зрителей, кому ты будешь приятно, с кем ты будешь общаться потом, которые тебя в топ унесут ближе к топу, ближе к верху, ближе к рекомендованному, да, к рекам и так далее, что в какой соцсети, как. И, ну, вот это если не прекращать, то в течение примерно полугода, года это должно у тебя произойти. И все будет здорово. Подставила себе план хоть чуть быстрее. Вот просто, нет, смотри, очень много людей начинает, о, я там герой, и начинает бабахать там каждые три дня по эфиру, а потом вообще пропадает, вообще пропадает. Очень много таких людей, просто ты для себя реши, как тебе будет удобно и не сильно энергозатратно. Вот это самое главное. Классный спикер это не тот, который гэ-гэ-гэй, а потом пропал и всех кинул, да, то есть люди, которые подсели уже на этого спикера, но они же не виноваты, что они такого вот ветреного выбрали, то будут, то не будут, да, то есть самое главное в любом успехе это постоянство, постоянство. И все будет хорошо, Настя, вот действительно, я это поняла. Вот я тебе честно скажу, первый год, когда я открыла 6%, 6% это ОЛГ 200 баллов, зарплата у меня была 690 рублей, я ее никогда не забуду, наверное, потому что они списались с заказа. Да, я их помню, очень хорошо, потому что мы тогда были в долгах, как в шилках, вообще и пени на кредиты, и все, вот мы начинали, конечно, нам было очень тяжело именно бизнес. И вот ты понимаешь, вот вспоминая себя, вот 6%-ник, но я вела через день примерно по часу, по полтора, где-то бывало, и два с половиной, через день целый год. То есть мне было неважно, 8 марта, там, Рождество, я вела через день. Кто хотел, тот пришел, кто не хотел, тот посмотрел записи. Хочешь, не хочешь, я вела. Вот как ты думаешь, для чего я вела? Для бренда. Да. Я так же хочу. Да? То есть обучился у меня человек, не обучился у меня человек, кому нужно, тот умничка, понимаете? Тот возьмет, что ему нужно. Тот возьмет из моих знаний все, что ему нужно. Он, ну, у меня действительно, мы тогда только спанили, не знали, что такое реклама, чат-боты, ну, и всякое прочее, вот это вот, да, все новшества. Мы тогда об этом ничего не знали и не понимали, мы, конечно, только вот спамили, да, первый год своей работы, активно-активно спамили. И вот я этому и учила, потому что, ну, другого сама не умела и не знала. И тот, кто приходил ко мне, в принципе, обучаться, он, у него тоже заходил хорошо результат. И девочки говорили, слушай, сходи там, созвонись с Аней, там, поговори с Аней. А я делала очень мало созвонов, очень мало делала созвонов. Я говорила, слушай, отличный вопрос, давай я проведу вебинар на эту тему. Когда я пришла по Берлигу, вебинары вела только Аня. Только твои вебинары были. А ты помнишь, да? Ты зацепила? Нет, погоди, ты пришла, говоришь, 2016. Я в январе 2016 пришла. Там только твои были. Потом на активном росте были еще вот распоповые, одноклассники вели, я вот помню хорошо их. После них, после вот этого активного роста, я просто махом выросла на этих одноклассниках. Прям быстро очень. Это хорошо запомнила. А так, в основном ты делала вебинары все. Да, да, было, было дело такое, когда. А потом ведь, смотри, структура подрастает, команда подрастает, и когда может быть где-то что-то. Вот, да, я сейчас сижу на невидимой организационной работе, да, ее вроде бы не видно, но я же не перестала работать. Мы очень тесно сотрудничаем практически каждый день с Николаем, с Максом, да, то есть по сайту, по всему, что как, где, почем, да, то есть всякие организации и всего. Ну, вот тут, конечно, отвлекалась на мероприятия, обожаю мероприятия делать. Вот. И вот честно тебе скажу, вот мне очень хорошо помогло вырасти именно вот откровенность, вот ту, о которой ты говорила. Почему я с тобой вообще заговорила на эту тему? Потому что я вижу, что у тебя будет отличное будущее, потому что ты как есть, так и говоришь. Ты не кривляешься, ты ничего не выдумываешь, ты очень просто выглядишь в кадре. Вот это сейчас, вот это сейчас больше всего ценится публикой и аудиторией. Поэтому не ленись, выходи. Спасибо. Я тебе честно скажу, я себя сегодня наругала. Я делала макияж и я не включила даже таймлапс. Вот до какой степени, да? Ну, таймлапс это ускоренная съемочка, да? И я потом в сторисы могла бы выгрузить и показать результат, что получилось. Вот я быстро-быстро-быстро давно красилась и показать, что люди это любят очень. И вот я это не сделала, сижу и думаю, минус контент, минус контент, да? То есть я уже себя до такой степени приучила все снимать, то у меня даже телефоны по месяцам из треноги не достаются. Они стоят и стоят. Вот честно. Да, Дубяга Оля хорошо вела, Даша Пахинчук очень хорошо и получила. Да, да, да. Но то чуть позже. Сначала я прям помню только Аню. Ну, это позже, да. Ну, понимаете, вот честно, самый легкий, быстрый путь. Именно этот. Просто разговаривать со всем по душам и делиться своими знаниями, быть честным и искренним с человеком, это самый легкий путь к росту. Я вам клянусь. Проверено на практике. Честное слово. Ну, все, девчонки, всем пока-пока. Все, пока. Спасибо вам огромное. Очень рада, рада, рада. Все, молчу. Спасибо дорогим зрителям. Спасибо. 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 Продолжение следует...